Ну а главным культурным событием этих дней стала международная акция «Ночь музеев». Она приурочена к профессиональному празднику, который в минувшие выходные отметили во всем мире. И каждый музей, по крайней мере, в Ирбите, с нетерпением ждал этот день и готовил для своих гостей самую удивительную и интересную программу. Музей изобразительных искусств открыл фестиваль «Белые ночи Ирбита». И первыми, кто выступили и дали старт этому фестивалю, была группа Эдми. Своей музыкой и энергией они настроили всех на очень необычную экскурсию. В этом году честь открытия фестиваля предоставлена на давнему другу музея, профессиональному художнику Кириллу Бородину, который основал галерею, выставочную галерею «Ателье» в городе Екатеринбурге. Вместе с ним сюда приехало множество профессиональных молодых, что очень важно, художников талантливых из Екатеринбурга, России. Также сюда работы прислали его друзья из других государств. И сегодня вот эта выставка позволит нам окунуться в сферу такой вот молодежной, современной культуры. Восемь молодых художников и мастер-класс по печатанию рисунков. Было очень интересно посмотреть, как же сейчас молодые художники смотрят на этот мир. И многих гостей ночи представленные работы удивили, так как это выглядело и загадочно, и забавно. Я фотограф, и здесь на выставке представлена небольшая серия про город. Город не как обыденный, а именно как мистический город. Вдохновлялся городом, но хотелось показать город не как обыденность, когда мы видим, как на открытках, а показать его с другой стороны, с изнанки. То есть, поэтому, может быть, они покажутся какими-то странными. Матодом же представил своим гостям выставку мотоциклов разного поколения, что позволяет посетителям не только оценить красоту и уникальность техники, но и погрузиться в атмосферу прошлого. А дополненная экспозиция была самыми разными предметами и их историями. На данную выставку мы пришли по желанию внука. Ну и я очень довольна о том, что пришли воспоминания о том, что моя трудовая деятельность начиналась на нашем ерпидском мотоциклетном заводе. Много что могла бы рассказать внуку. Вот до сей поры не можем поймать ребенка. Масса впечатлений. Все рассказывается, все объясняется. Можно сфотографироваться. Я очень благодарна организаторам данной выставки. Но, наверное, самую удивительную программу подготовил к ночи музеев историко-этнографический музей. Работали обе площадки. И пока на одной проходили экскурсии, а на другой гостям были предложены мастер-классы. Те, кто в музее ни разу не был, то они были, конечно, очень удивлены, что у нас очень много предметов в цокольном этаже. В красотике у нас на большие фонды открытого хранения. Там представлены и предметы быта, там представлена техника различная. Очень интересные единичные предметы тоже из техники и обычные бытовые вещи, которые связаны с археологией, которые тоже не в каждом музее можно увидеть. Можно увидеть кости древних животных, можно увидеть даже вещи, которые относятся к древним людям, поселенцам нашего Ирбитского района. Все это очень удивляет наших экскурсантов. И сегодня мы открыли также выставку о истории игрушек. Мы собирали эти игрушки, в принципе, всем составом музея. Нам приносили их неравнодушные граждане из детских садов и просто наши жители нашего города. Здесь представлены в этой выставке игрушки и советского периода, но и 90-е годы, потому что это уже является ретро-игрушкой. Сейчас такие в магазинах не встретите, даже в домах многие эти игрушки уже потерялись. Возможность увидеть игрушки своего детства в рабочем состоянии и вновь окунуться в детский азарт – именно это и вызывает восхищение у посетителей. На самом деле, как только у человека начинает ограждаться личность, понимание, я с трех лет, задача родителей – готовить ребенка к ответственности за свою семью. Я отвечаю за себя, за свои игрушки, вот на его уровне. Как у него порядок в комнате, я разбросал – собрал, разбросал – собрал. А на второй площадке музея психолог рассказывал о семейных отношениях и личности ребенка. И на удивление всем пришли сюда только подростки, задавали много вопросов и готовы были обсуждать с лектором волнующие их темы. Также здесь можно было освоить навыки нейрографики и принять участие в танцевальном флешмобе. Но самыми зажигательными стал мастер-класс по диджейнингу. Танцевали, пели абсолютно все, как молодежь, так и взрослые. Это вообще музыка, это движение и жизнь, поэтому эмоции тоже зашкаливают. Иван у нас чудесный диджей и хотелось бы его слушать чаще. А завершили этот чудесный день на свежем воздухе в вечерний пленэр. На улице Веселой, где любой желающий приходил и рисовал свою картину. К слову, многие здесь получили свой первый опыт рисования на улице. Необычный, но очень интересный. На других мастер-классах тоже была. А выбрала нарисовать этот дом, потому что он мне первый попался на глаза. А так я выбрала именно пионеры, потому что я люблю рисовать, хожу в художественную школу. И, конечно, этот вечер не обошелся без прогулки по заповедным улицам Эрбита, которая вызвала не меньше эмоций. Ведь, к сожалению, живя в Эрбите, многие из нас не знают историю родного города. Пятая столовая, моя любимая и моими детьми. Я не знала, что это кусочек торгового ряда, который посещали торговцы, купцы со всех оголков России. Исторические какие-то факты, которые я совершенно не знала. Мы ходим ежедневно по этим улицам, по этой земле, и мы не знаем, что творилось до. Это такая ценность для меня, как жителя города Эрбита, узнать что-то новое и действительно ценить ту землю, по которой я хожу и живу, и передать эти знания своим детям. Масштабно, ярко, весело, познавательно – именно так отметили свой профессиональный праздник в музее нашего города. Приятно удивило их то, что большинство гостей ночи – это молодые люди, проявляющие интерес к подобным культурным мероприятиям. А это говорит о том, что руководство и сотрудники реализуют успешные программы, которые привлекают молодое поколение и дарят музею новую жизнь.